Я плохо разбираюсь в политических и экономических вопросах, меня больше интересует ваше творчество. Вот, вот, наконец-то приличные люди. Например, я знаю, что вы режиссировали большой юбилей нашей великой Елены Образцовой в Большом театре. Скажите, каково вам совсем еще юноше было справляться с такими маститами артистами? И второй вопрос, смежный. Вы очень неоднозначно высказались о моей любимой актрисе театра и кино Элине Быстрицкой. Будьте добры вернуться к этой теме подробнее. К теме Быстрицкой? Это большая тема. Нет, что касается первого вопроса, сложно с одним, особенно сложно с маленькими актерами, а особенно сложно со студентами, еще хуже с аспирантами театральных вузов. Это вообще, да, это совсем животные. Потом, чем вы больше артист, тем с ним легче. А с одним более-менее еще как-то. А когда их много, великих артистов, это в принципе не сложно. Просто нужно вот развести мизансцену. И там-то действительно были легенды, да, Эва Мартон, Гулегина, Образцова, это все большой театр. Так вот это гораздо легче, чем когда у тебя маленькая сцена и три неумных студентика, да, понимаешь? Так что вот это легче. Что касается Элины Авраамовны Быстрицкой, полковника казачьих войск, как ты знаешь? Да, я был на одном эфире с казаками. Они там все с нагайками, с нагайками, все в орденах, ордена такие заслуженные, в войнах, в войнах. Да, у нее еще были дети там, тоже дети в орденах, в войнах, все. И я в конце, я же, так сказать, много знаю слишком, а я накануне был в гостях у Быстрицкой, и она показывала мне китель с орденами, Быстрицкая, ну, великий казак Элина Авраамовна. Я говорю, слушайте, а вот они, да, мы наградили, вот, все. А, кстати, по-моему, а вот покойной Мордюковой ее не наградили. Нет. Она меньше казачьих, чем Быстрицкая. Кстати, она не могла простить. Не, естественно, я сам сама не могу простить, это еще такую роль, конечно. Вот, но Быстрицкая умела добиваться ролей. То есть где-то я не на камеру потом расскажу. Так вот, Быстрицкая, что? Ну, что, она, конечно, профессиональная, ничего не могу сказать, очень профессиональная артистка. Не такая, может быть, интересная, как та же Нифонтова, соперница многолетняя, которая как-то странно погибла при неожиданных обстоятельствах. Да, это Чаник вдруг как-то там. Вот, но Стерва, это не секрет, это можно на камеру, знают очень многие люди из мира театра и кино. Ну, это, кстати, неплохо, я обожаю монстров. Вот я как режиссер очень люблю монстров, это интересно наблюдать. Когда хороший, это все Василек, ну что будет с Василеком делать? Он наблюдает, ну, 10 минут смотришь на Василек, ну, 20 минут, смотришь на Василек. Сколько можно? Да, и ну, что-то пусть Василек сделает, да, какую-то, хотя бы хоть декадость, пусть что-то сделает. Вот, да, конечно, Стерва. Но всегда умела сама себя держать, вот просто, так сказать, на планке. Молодец в этом плане, хотя Стервозность уже какое-то время мешала ей для нормальных творческих, так сказать, решений, побед, потому что, ну, я это не могу, я же народный артист, я же быстрый, я же легенда, я же патриотка, все это. Она, значит, у нее бровки еще есть, вот такие изогнутые, я называю этот стиль бровей с мыслью о Руси. Смысль? Да, она их позаимствовала, если не сказать, у своей подруги, которая говорила, не пой, хотя у нее хороший голос, у Зыкиной. У нее была тоже вот эта вот с мыслью о России, и вот это, знаешь, это все без чего на свете жить нельзя. Она очень любила все эти вещи. Тоже себя держала. Ну, короче, что-то об истрицкое, она вообще фантастическая. Посмотрите ее, например, в «Дачниках». Знаешь, фильм «Бабочкина» и экранизация Горького, это изумительно. Она там играет Юлию, Юлию, и сцена, особенно на «Качелях», где она гуляла, изменяла мужу, мужу как раз играет «Бабочкин». Он подходит, где была, так, вот, там и там. Она хороша, я эту сцену пересматриваю килограммами, она великолепна, это ее роль. Опять с ним, это как это грубо, она хороша. Просто, это когда-нибудь я убью тебя, Юлия. Это не сегодня, она изумительна, она в этой роли фантастична. И после этого еще дальше продолжает качаться на качелях. Уже утомившийся день склонился в багряные воды. Тут же, там изменила этого, послала мужа. Это восхитительно. Вот это действительно фантастическая ее роль. Да, вот, Юлия, даже не так она, в «Тихом доне», она, конечно, дает свою, понятную энергию, но вот в «Дачниках» она восхитительна. А эта роль как раз забытая. Вот помню, добровольцы ее, и вот это, значит, где она казачку изображает. Но, правда, лучше бы строиться в «Тихом доне», чем эта Кириенко. У меня с детства было желание убить Кириенко в роли в «Тихом доне», который за своим мужем носится и постоянно переживает, что она изменяет. Да, кажется, играет. Она, вот это несчастное лицо, я просто в виде Кириенко. Но она вообще актриса, которая всегда несчастна в Кириенко. Да, это ее профессия. Она, это ее благо, она по-другому не убит. Да, да, да. Я в детстве хотел ее убить. Вот, я не знал, как ее зовут, но просто она мне надоедала вот это вот. Своим несчастьем. Да. Хорошо.